Приветствую вас, мои дачники, огородники и просто любители пожрать шашлычка вместо того, чтобы горбатиться на всех этих грядках. Вот мы с вами и докатились до парфюмерного огорода, до обсуждения 50 оттенков томатной ботвы, огурцов, базиликов и тому подобных вещей. Сегодня мы с вами обсудим ароматы дачные, огородные, с нотами разных овощей и трав. Начну я с двух ароматов, которые были мне любезно в очередной раз предоставлены магазинам Рандеву, за что им огромное спасибо. Кстати, как обычно, Рандеву оставляет вам мой промо-кодик на скидочку 10%, 10% натал где-то вот здесь обязательно будет. Эта скидка 10% действует от 2,5 тысяч рублей на абсолютно весь ассортимент промо-код многоразовый и действует аж до сентября следующего года, поэтому пользуйтесь на здоровье. Но прежде чем мы приступим, обязательно подписывайтесь на мой канал, поскольку там много всего интересного. Кроме этого, подпишитесь на Телеграм, там у нас каждый день живое общение, рубрика «Аромат дня» и много всякого эксклюзивного контента. И первый аромат это DKNY, Донна Карен, называется «Women Energizing». У меня 30 мл, и, кстати, 30 на Рандеву стоит вообще недорого, поэтому обратите внимание, если вы хотели этот аромат, но было вам жалко денег, дорого он стоил, или нужен вам был небольшой объем на Рандеву, там есть разные объемы. Очень симпатичный, кстати, флакончик. С одной стороны матовое стекло, с другой стороны глянцевое. И про что этот аромат? Как он мог так попасть в подборку парфюмерного огорода дачных ароматов? Вообще в этом аромате есть очень интересная нотка «Джин Тоник». Это прям цитрусовый, освежающий, бодрящий алкогольный напиток. Там с лимончиком, может быть с грейпфрутом, с чем-то еще. Конечно, прям сказать, что он пахнет алкашкой я не могу, но вот именно эта нотка бодрящего и свеженького цитрусового джин Тоника здесь точно есть. И кроме этого, здесь есть обожаемая мной нота томатной ботвы. Вот просто помидорные листики. Это такая прелесть. Это оно. Конечно, многие не любят томатную ботву в парфюмерии, а я обожаю. Я обожаю и молодые помидорные листики томатные, как пахнут. И уже такие потемневшие, знаете, когда уже помидоры вот такие огромные, томатная листва, она потемнела, она стала такой слишком волосистой, бархатистой. И такую я люблю. И здесь все это есть. Это томатная ботва. И, кстати, томатная ботва здесь чувствуется, знаете, такой молоденькой. Молоденький томатный листочек с джин Тоником. Просто прелесть. Вот пахали вы в своей теплице с помидорами. Устали, а потом решили, знаете, накрыть себе стол и вдарить по рюмочке или по стаканчику джин Тоника. Diken Y Women Energizing. Прекрасный аромат на лето. Освежающий, бодрящий. И если вы любите томатную ботву, рекомендую. Но, кстати, не все чувствуют здесь эти самые томатные листики. И не на всех она, возможно, проявляется. Потому что, вот, например, на моей маме, я как-то на нее попшикала этот аромат. Знаете, томатный лист практически не ощущается. А вот на мне очень даже ярко звучит. И я этому рада, потому что обожаю эту ноту. Далее. Огородный аромат. Удивитесь. Наверняка удивитесь, поразитесь. Это Narcosis Virtus. Ну, или как правильно произносится этот бренд. Virtue. Virtue Narcosis. Здесь есть ревень. А ревень где растет? Ну, конечно, на огороде. Я обожаю ревень. Обожаю его запах. Обожаю его вкус. Потому что в детстве мы очень много выращивали его. Ну, как много. Для меня было мало. Потому что я его постоянно ела. Не успела. Он только вот из земли показаться, как я уже его срывала и ела. А обожаю. И здесь он есть. Кстати сказать, с этим ароматом я познакомилась где-то год назад. И он сразу же попал в мои хотелки. Я истратила пробник. Мы дошли. Да, вот такой вот travel версии. Кстати, на рандеву она по очень хорошей цене. Вот этот travel штучка. Здесь 7 или 8 миллилитров. На тот момент, год назад, когда я познакомилась с этим ароматом, мне казалось, что здесь очень сочный ревень. Но есть аромат, где эта нота слышится еще сочнее. Конечно, помимо ревеня здесь еще огромное количество нос. Здесь просто потрясающий на мой нос замес. Здесь и жженая карамель. А в детстве это просто аромат, знаете, ассоциации моего детства. Потому что в детстве мы делали сами леденцы на палочке. У нас такая железная была форма, где мы растапливали, замешивали сахар с водой. И доводили его до состояния такой густой-густой консистенции. И вот это ощущение вот этих вот леденцов, когда они уже практически доготовились. Может быть, даже сахар немножечко пережегся. Здесь есть потрясающий аромат. Здесь немножечко такой суховатый ветивер есть где-то в базе. Я его обожаю. А какой у него шлейф. Он потрясающе звучит в любую погоду и в то же время. И летом, и в жару, и в лето чуть более прохладный шлейф. Нереальный. На метры, метры, метры. Обожаю его. Стойкость потрясающая. А вот у Women Energizing стойкость поменьше. Часа 4. Но для лета это и достаточно. И, собственно говоря, аромат, где ревень-то поярче. Это богатель 12 парфюмеров Франции. Я почему-то постоянно забываю сказать, что в нем есть ревень. Я постоянно говорю, что здесь есть всякие там таравки, муравки. Что есть томатный лист. А про ревень я постоянно забываю сказать. А он здесь очень сочный. И даже сочнее, чем в Narcosis Virtue. Я не буду распшикивать все эти ароматы. Потому что я сижу в душной комнате и боюсь просто помру, если буду пшикать все на блоттер. Здесь сочнейший ревень. Молодые томатные листы и прочая зеленуха. Также базилик. Разные другие вот эти травы душистые, которые выращивают и потом добавляют в разные блюда. Здесь все есть потрясающий, сочнейший зеленый аромат. Одна проблема. Очень дорогой. Супер. Рекомендую. Сто раз вам его уже показывала. Обожаю. Дальше. Аромат, который, знаете, вот стал моим открытием. Ну, я вам его уже показывала. Но почему он для меня открылся с другой стороны? Потому что недавно я была у мамулечки на огороде, и она мне сорвала молоденьких огурчиков. Знаете, вот таких мосюсеньких, пупырчатых, колючих таких. Вот просто вот таких крошечных. И я, кстати, в Телеграм уже поделилась этой мыслью. И когда я понюхала эти крошечные огурчики, молоденькие, зелененькие, колюченькие и волосатенькие, к тому же, да, знаете, гастронные огурцы, я почувствовала, что они пахнут ароматом Наоми Гудсир Нуида Бакелит. Бакелитовая ночь от Наоми Гудсир. В молодых огурчиках, кто б знал, это потрясающий аромат порубленной травы, скошенной, порубленной, такой, знаете, которая вот уже просто превратилась в кашу месиво из травы. И опачки, молоденькие огурчики. Вот поворот. Конечно, вот эти самые молодые, только что просто появившиеся огурцы, они не пахнут так, как мы привыкли, вот этот огуречный, свежий аромат. Они пахнут именно травой. Именно травой скошенной, вот как Наоми Гудсир. Еще один огородный аромат, это кинзон Le Monde's Beur, или как там правильно, если что, поправьте меня, но сильно не ругайтесь. Это очень красивый флакончик. И здесь тоже присутствует томатный лист. Но томатный лист здесь, мне кажется, уже чуть более созревший, чуть более потемневший, чуть более такой волосатый, бархатистый. И также цветочные ноты, немножечко с животинкой. То есть это аромат, можно сказать, зелено-цветочный с животинкой. Ну, за зеленые ноты здесь отвечает именно томатный лист. Также здесь присутствуют и смородина, и ягоды смородины, и листы смородины, все здесь есть. Этому аромату уже много лет, но он все еще, на мой взгляд, не теряет своей популярности. Ну, и не последнюю роль в этом, мне кажется, сыграл вот этот красивый, потрясающий флакон. Но прошу вас не путайте, есть еще другой аромат с другим названием в похожем флаконе, но только стекло у него матовое. И, пожалуй, наверное, последний аромат в нашей огородно-дачной подборке, это малинар базилик. Потрясающий базиличный, яркий, сочный аромат, также с другой зеленушкой огородной. Но прежде всего здесь, конечно, чувствуется базилик. Ну, не зря он так называется. Неплохая стойкость, он слегка сладковатый. Это, пожалуй, наверное, самый сладкий аромат из этой подборки. Хотя, наверное, по сладости с ним соревнуется больше наркозис вертус. Абсолютно, кстати, не сладкий, если вам это важно, это Naomi Goodsira, ну и дебокелит. Несладкий Diken Y Women. Слегка сладковатый совсем чуть-чуть богатель. Ну, здесь, мне кажется, тоже практически нет сладости. А вот базилик, он самый сладкий из этой подборки. Сладкий, сочный базилик. Красивый аромат на лето. У меня, кстати, это travel фирменный с роликом. И я уже, так знаете, постепенно расходую, расходую. Глядишь за лето, всё и выможу этим роликом базиликовым на себя. Вот такая была небольшая подборочка огородных дачных ароматов. Если вы соскучились по даче, сидите при этом в офисе, возьмите, пшикнитесь и почувствуйте себя рядом с грядкой, теплицей, помидорчиками, огурчиками и базиликами. Не забудьте подписаться на канал, подписаться на телеграм, написать комментарий, поставить лайк. И до новых встреч. Пока-пока.